Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами Кин и это новости из сериалов. И возможно сегодня для кого-то, и в частности для меня, будет довольно-таки грустненький выпуск. А я напомню, что я сделал вам небольшое такое предложение, благодаря которым вы можете появиться у меня на канале. Как это сделать, подробнее по ссылочке сверху. А мы начинаем. А начнем мы с мебели. А если быть точнее, то Икея воссоздала интерьер из сериалов «Друзья», «Симпсоны» и «Очень странные дела». И как по мне, это просто шикарно. Будь, например, я заинтересован в покупке мебели, то я бы 100% обратил внимание на такое предложение. Друзья, пишите в комментариях, какой сериальной квартире вы бы хотели жить. Движемся дальше и натыкаемся на «Кремниевую долину», шестой сезон, который станет финальным для сериала. Напомню, что сериал рассказывает о молодых предпринимателях, организовавших свой стартап. Грустно, конечно, но Долина хотя бы успела приобрести культовый статус и свою большую фан-базу. Чего нельзя сказать про Хэппи. Сериал про алкаша-наемника, видящего воображаемого синего единорога, снятый по комиксам Гранта Моррисона и Даррика Робертсона, был закрыт после второго сезона. Но потери на этом не заканчиваются, и следующий удар зацепил и меня. Сериал «Убийственный класс» про школу молодых наемников, первую серию которого я разбирал. Закрыт после первого сезона. Но угадайте что? Сериальная смерть пришла еще к одному проекту, который, грубо говоря, еще и ходить-то не научился. Сериал «Болотная тварь», показавший нам только два эпизода из десяти, закрыт после первого сезона. И угадайте что? Мне офигеть, как зашли эти два эпизода. А ведь я говорил Я уже, если честно, начал думать, что на мне какой-то сериальный рок Только стоит мне сериалу понравиться, как его закрывают По версии одних сериал прикрыли из-за бюджета По версии других из-за разногласий на студии По версии третьих из-за ребутов стрим-сервисов А сам Джеймс Ван, создатель сериала, сказал Не знаю и не понимаю, почему закрыли болотную тварь Но могу сказать вам, что актеры и команда вложили в это душу Очень горжусь их тяжелой работой Идите смотреть вторую серию и увековечить эти 10 серий Болотная тварь заслуживает этого А вообще, я только начал радоваться, что DC стала бить по всем фронтам Драма, комедия, ужасы Но нет, ужасы отпадают А я только, блин, карандаш заточил обзор писать Хотя тут прошел один слушок Что сериал хотят прибрать к рукам HBO и Сидап HBO, пожалуйста, пожалуйста, HBO, пожалуйста, 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 HBO Если кто не в теме, то HBO выпускал такие проекты, как Во все тяжкие, Игра престолов, Мир Дикого Запада То есть сериал будет в хороших руках HBO, пожалуйста, 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 пожалуйста Как по мне, было бы дико обидно просрать потенциал Темной Лиги Справедливости Тем более, что во втором эпизоде сериала засветился Синий Дьявол А Мэтт Райан выражал дикое желание замутить кроссовер Константина и Болотной Твари И это было бы, черт возьми, офигенно Ну а дальше у нас новость Шрёдингера Она и хорошая, и плохая одновременно Netflix продлили на пятый сезон моего любимого Люцифера Ес! Пятый сезон станет последним для сериала А? Я так полагаю, что если это заявлено официально То Netflix завершит все сюжетные линии сериала Что я считаю довольно неплохо Хотя бы сериал не будет кастрирован, а история будет закончена А вы заметили, что все закрытые сериалы, кроме Долины, это комикс-проекты? Совпадение? Не думаю Но хватит о грустном Как я говорил ранее, Марвел планирует снять сериалы про сына Сатаны Хеллсторма И призрачного гонщика Робби Рейса Так вот, по слухам, нас ждет еще один сериал Да не про кого-то там, а про убийцу-кровопийцу Блейда И практически сразу после этой информации Джон Баега выложил вот такое вот фото в сторис Может совпадение, может нет Поживем-увидим Но вы пишите в комментариях, как вы считаете Баега хороший кандидат на роль Блейда или все же нет Но уделим время еще одному Марвел сериалу В сети появился первый стоп-кадр из сериала Локи И судя по афише челюсти, действие будет разворачиваться в прошлом Но ни одним фото богаты Эллен Пэйдж в своей инсте выложила вот такое вот фото с подписью Мы вернулись И кажется мне, что это означает старт съемок второго сезона Академии Амбрелла И снова же Да! Но у нас еще один слушок На этот раз по сериалу Ведьмак Люди, причастные к созданию сериала Софи Холланд и Деклан Дебара Намекнули, что работа над вторым сезоном сериала уже началась Эээ, а можно мы первый сначала оценим? Движемся дальше Гэвин Гаунс присоединился к составу сериала Титаны во втором сезоне Он исполнит роль злодея Доктора Лайта А что, актер подходящий? Как по мне, это отличный кастинг решения Ничуть не хуже того, что Элизабет Хёрли сыграет Маргану Лефей В третьем сезоне Беглецов И напоследок самая важная новость Самая важная новость Всем тихо! Телеканал НТВ заявил, что в этом году выпустит свой сериал про Чернобыль Съемки которого стартовали еще в 2014 году Однако были приостановлены из-за финансовых проблем Запланировано 12 серий Которые покажут настоящую правду И восстановят всю хронологию катастрофы Ну наконец-то, достойный конкурент HBO Эй, НТВ, а где же твоя игра Престолов? Помнится, мне ты когда-то там права покупал Хотел что-то экранизировать Или что, все, хайп прошел Теперь хайп вокруг Чернобыля? Нет уж, друг, это так не работает Сначала я требую русскую игру Престолов Дорогие друзья, а на этом у нас все И если вам понравилось данное видео То подписывайтесь на канал, ставьте лайк А в описании вы найдете ссылки на мой инстаграм и группу ВК Где при желании вы можете поддержать развитие проекта рублем А я же вам пожелаю только интересных сюжетов И только хороших вам новостей Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok